Алиса, включи Limp Bizkit Break Stuff Включаю Limp Bizkit, песня Break Stuff Внимание, это не для детских ушей Субтитры делал DimaTorzok Включим, свои впечатления расскажу Потому что я сам пользователь постоянной станции Max Замечательная штука, потому что прям вообще ее очень сильно люблю Классная тема Также пользователь, она просто здесь еще закрытая Значит, станция Mini 2, которая с часиками чуть помощнее, чем первая Пользователь, значит, первый Mini, вот она, без часов Пользователь станции Light Есть с чем сравнить, вообще, что вам рассказать Поэтому это такой, можно сказать, большой обзор Станции 2 Погнали Значит, 17 мая 22 года анонсируется старт предзаказа С 31 уже старт продаж Значит, рекомендуемая стоимость, которая будет на данную колонку Это 16 990 Отдельно еще есть бандл с лампочкой 7 990 Такой небольшой комплект умного дома Если брать все вместе, то выйдет 18 990, но дешевле На старте будет только черный Остальные цвета появятся летом А цвета будут такие Антраоцит, темно-синий, кирпичный, песочный Почему вот такой комплект умного дома? Потому что у нас вторая станция, в отличие от всех остальных Научилась работать по протоколу Zigbee Что это значит? То есть она может связываться с устройствами умного дома Лампочки, всевозможные датчики Это терморегуляторы на батареях Это всякие релешки Включатели-выключатели света и так далее Без использования между ними Wi-Fi То есть связь у нас происходит быстрее Энергоэффективнее Все это просто работает реально круче И вся вот эта вот тема по протоколу Zigbee На самом деле классная штука Потому что, смотрите, вот Если у тебя, например, какая-то станция, которая стоит Ты должен лампочку, значит, подключить к Wi-Fi Станция подключена к Wi-Fi Между собой вот они через Wi-Fi общаются Сейчас все сделали немножко удобнее Стоит станция Есть, например, какая-то лампочка у тебя вкручена Или релешки Или всевозможные датчики Освещения, влажности Инфокрасные порты Реле, там, двухканальные, одноканальные и так далее Станция при этом должна быть подключена к интернету, конечно, чтобы управлять А между собой они связаны именно по протоколу Zigbee И это образуется такую, знаешь, как большую меш-сеть между собой То есть, когда у тебя все устройства Они как бы это все единая такая тема Которая очень быстро работает И позволяет именно гаджетам Не только этим Вообще всем, кто по Zigbee работает Намного дольше находиться в режиме работы То есть, если это какой-то датчик То он намного энергоэффективнее Без включения к Wi-Fi А вот по Zigbee Вот Здесь это есть Раньше этого не было Это чуть попозже посмотрим Мощности здесь 30 Вт То есть, это, знаешь, такой Небольшой, наверное, среднячок Она стала поменьше в размерах Чем предыдущая там Max Или обычная станция Здесь никакие кожухи, ничего не меняется Значит, мощности Вот именно Самая мощная Это Max-версия Которая с часиками Здесь колесо управления сверху 65 Вт Реально звучит потрясающе Всем прям реально советую Прям ай Раскачает любое помещение Прям кайфовая вещь Значит, первая станция была на 50 Вт Здесь 30 То есть, некое такое, знаешь Среднее решение Но довольно-таки стильное Во-первых, хочу сказать Яндексу Прям респектоз За вообще вот подачу За упаковку Это круто, реально Потому что, смотрите Очень приятно Картон Здесь вот Притом ты чувствуешь Знаешь Вот Как текстуру Вот она прям выдавлена Ты чувствуешь текстуру колонки И плюс впереди Я не так часто, конечно Обращаю внимание Прям супер Мега упаковку Здесь, знаешь Берешь так Вау Круто То, что сделано Прям вообще С любовью Открывается Сверху Воу Прям вообще Смотрите Пушка Какая Давай достаем Так Внутри у нас Инструкция и кабель питания Теперь у нас По Type-C Все это дело работает Это хорошо Так, все Внутри больше ничего нету Слушай, не Упаковка прям вообще Зачетная Даже не хочется Ее потом, наверное Выкидывать По сравнению Конечно С Максовой версией Она более миниатюрная Но Здесь Стоит углубиться В ту тему Что Яндекс При разработке Станции 2 Обращал внимание На то Как она С таким дизайном Должна вписываться В интерьер В таком темном цвете Покрытие Вот это Новое Такое Плетение ткани Очень прикольно Черное Серое Я не знаю Сколько здесь градаций Но выглядит Реально Стильно Снизу Прорезиненная Вот эта вот Ножечка Значит Сзади у нас Физическая клавиша Выключения Микрофонов Type-C У нас Порт Для зарядки Да в принципе И все Сверху у нас Световая панель RGB Плюс Умеет работать В режиме ночника Да И умеет светить Теплым светом Там Как лава-лампа И так далее Но только сверху То есть Ставить ее Смысл прям Совсем наверх Не вижу смысла Надо же ставить Чтобы у тебя Глаз этого видел Я так думаю Вот Давай Снимаем Вот здесь вот Вся вот эта панель Она получается Сенсорная Здесь все у нас Еще подсвечивает Смотрите Когда она кстати Не работает Вообще Так и не скажу Что здесь что-то Работает Более реально Такая миниатюрная Аккуратненькая Чем К примеру Максовая версия Ух ты Ну они По размеру Сами видите Да Насколько они Отличаются Вот так вот Что по разъему Убрали многое То есть Осталось только Type-C Все То есть Ни 3,5 миллиметра Сюда не ставить То есть Чтобы у нас Колонка работала Не знаю Как от телевизора И так далее Ничего такого Сделать нельзя HDMI Подключить нельзя Раньше у нас Станцию можно Подключить Было и HDMI Там в первую Full HD у нас сигнал В максовую версию 4К И плюс Это как онлайн Кинотеатр Конечно все это Дело работало И лановский разъем 3,5 Вот Если кому нужно Именно под такие задачи Пожалуйста Есть до сих пор На рынке Можно покупать Станция 2 Более такая Знаешь Эстетичная Реально Она намного Не солиднее Она знаешь Она намного Модней И у меня конечно Слава на запас Не такой Ну так значит Стильнее Она реально Стильнее выглядит Потому что Под разные интерьеры Это реально стильно Хоть мы ее еще Не включили Но Я в свое Добавил часы Часы Потому что Во всех станциях Это реально круто Потому что Когда у тебя есть часы Я пользуюсь постоянно У меня стоит На видном месте И у меня Как бы В комнате Это единственные часы Которые я себе оставил И реально Я этим пользуюсь Я бы здесь тоже Был бы не против К примеру Поставить И наблюдать время Но Этого тоже Убрали Сказали Не надо В комплекте у нас Значит Небольшие здесь Что ты умеешь Как запустить Инструкции Тоже все очень стильно Сделали Смотри В конвертике В черном Адаптер питания 35 ватт Type-C Окей Еще раз Смотрите Позаботились Такие вот Клипсы Сделали Пластмассовые То есть Можно потом Сколько тебе нужно Отмотать Потом обратно Сделать Кабель Менеджмент Блютуз у нас Улучился Раньше Было 4.2 А теперь Стало У нас 5.0 Появилась Такая тема Как Технология Room Correction То есть У нас Тут Микрофоны С собой колонки Давайте Сейчас Сразу покажу Как все светится Микрофоны С самой колонки Понимают Как она звучит В твоем пространстве Где ты ее ставишь Не знаю В углу В середине Сверху Снизу Каждые 30 секунд Когда она Играет Какую-то Мелодию Она Все это дело Анализирует И Специально Подстраивает Свое Звучание Тут прям Целый телевизор Теперь Привет Это Алиса Рада знакомству Я живу Внутри Яндекс Станции 2 И сейчас Расскажу Как ее настроить Слушай Очень красиво Сделали Затем Откройте Приложение Нажмите На фиолетовый Значок И скажите Мне Алиса Настрой колонку Как только Настройка Будет закончена Мы сможем Поболтать Но не раньше Если вдруг Что-то не получится Вы всегда Сможете Настроить колонку Самостоятельно В разделе Устройства Приложения Яндекс Еще Блютуз На телефоне Сразу Нашлась колонка Сейчас Задал Ей настройки Wi-Fi Сейчас она У нас Подключается Не Ну здесь Конечно Мое почтение Круто Круто Здесь у нас Сенсорные клавиши Плюс Минус Четыре микрофона Вся вот эта Панелька у нас Сенсорная Плюс она Умеет с нами Общаться Как раньше Общалась Спереди И Цветовым кругом Сверху Поздравляю Еще одна колонка Настроена Теперь музыку Можно слушать Сразу на всех Устройствах Включим Что-нибудь Зажиг Стой К примеру Если мы Включаем Рок Либо Романтическую Музыку Тоже у нас Это Световая LED панелька Тоже Адаптируется Под Излучание Музыки Два Стереодинамика И два Пассивных Излучателя Значит Основной Когда запускается К примеру Музыка Я вот Своими ушами Могу Понимать Что Звук Идет Сзади И спереди То есть Если вот так Прислушиваться Сбоку Я пока По крайней мере Ничего Не чувствую Подсвечивается Круто Не спорю Но К примеру Вот это Управление Опять Сенсорное Мне Оно Не особо Нравится Потому что К примеру Ранее Когда На Олесе Просто было Сверху Кольцо Физическое Ты его Мог Мотать Когда нужно Я постоянно Им пользуюсь Потому что Ты подходишь Можешь Голосом Сделать Либо Просто рукой Дотронулся И ты сразу Понимаешь Чего у тебя Какая громкость Это очень удобно Реально Мне это Безумно Нравится Здесь же Теперь Нужно Опять Сенсорное Все сверху Делать Делать Привычки Кому как Также На колонку Можно будет Позвонить Когда вам Нужно На кухню На дачу И так далее Общаться С любых Устройств Это реально Удобная Тема Как и раньше Можно включить Тандем Если есть Яндекс Модуль На телевизоре В принципе Можно сказать Что Раньше Было Устройство Одно То есть У тебя Сразу И для Телека И колонка А теперь Сделали так Чтобы Не привязываться К одному месту Чтобы там HDMI кабель Не тянуть То Можно колонку Поставить в комнате Подключил Яндекс Модуль К тереку Получается Принцип тот же То есть Ты можешь Просто в комнате Управлять Как бы Своим тереком То же самое Ты сказал А терек Включился Запустил Кинопоиск Что-нибудь Посмотрел Хотя В Яндекс Вам звонит Илья Осипов Алиса Ответь Алло Привет Как дела у вас Хорошо Понятно Ладно Спасибо что позвонили Давайте Алиса Хватит Та же можно Включать К примеру Несколько колонок Одновременно Если у тебя Они стоят Слева Справа В комнате Можно Чтобы сразу Они работали вместе Есть такая тема На всех колонках Что если у тебя По квартире Они расставлены Можно включить К примеру Музыку Сразу на всех колонках Но это уже просто Это больше уже Возможности Вообще Умно удобно Скажем так Тарис Всех Этих станций А непосредственно Про вот эту У меня на данный момент В квартире Выглядит все Вот таким образом Столько вот устройств Но по Зигби Кстати нет еще ничего Вот она Новая станция 2 И кстати Смотрите какие тут Настройки интересные Значит А куда у тебя Местоположение Значит не беспокоит Настройка звука Здесь вот эквалайзер Смотрите Значит у нас есть Коррекция под помещение То что появилось Именно в этой станции 2 Можно включить Можно выключить Можно вручную Эквалайзер настроить Меньше басов Там кино Голос и так далее Выбрать под жанр Что ты любишь Также смотрите Настройка LED панели Здесь у нас Визуализация музыки есть Можно выбрать Автоматически Можно выбрать Какая тебе нужна Можно вообще без Визуализации Чтобы у тебя Ничего не светилось Вот в таких вот здесь Вариантах Плюс яркость Можно выбрать Автоматическую Либо уровень яркости Всегда поставить На сотку Ну если У нас К примеру Совсем темно Датчка С еще не будет работать Будет слишком ярко Так что лучше Сделать так Можно также сделать Яркость Так 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 Вот Режим не беспокоит Чтобы у тебя К примеру Там с 11 до 8 У тебя колонка Ничего не делала Световая заставка Включается через 5 секунд Без действия Ну чего-то Чего-то пока не включается Не знаю Надо может перезагрузить Вот И здесь вот Устройство с ZigBee Можно подключать Непосредственно Прямо с колонки То есть сказать Что там Алиса Добавь новое устройство И после того Как у вас Какое-то вот Устройство будет Включено Они друг друга найдут Не надо даже Телефон в руки брать И искать сразу Можно несколько устройств Но это мы сейчас сделаем Так Принимать входящие звонки Позвонить на эту колонку Да и в принципе и все Еще давайте проверим Конечно микрофоны Сделаем так погромче И отойдем Подальше Вот прям Отойдем В другую комнату Вот Алиса Какая за погода Завтра в Москве Температура Алиса 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 Сейчас не слышу Потому что начинает Разговаривать Сейчас еще включу музыку Алиса Включи металлика Мастеров Папец Включаем металлика Песня Мастеров Папец Тут на Макро Алиса Выключись Есть Еще так же Алиса Как твои дела? Нормально Учусь новым Еще раз учусь И снова А то есть Ты умеешь разговаривать Шепотом Да Как же не умею Очень даже умею Понятно Ну ладно Давай Засыпай Смотрите как К примеру У нас будет еще Алиса Какая за погода На Пхукете Завтра на Пхукете В течение дня Ожидается дождь Температура От плюс 28 Алиса Какая за погода В Алматы Завтра в Алматы Температура От плюс 14 До плюс 21 Алиса Какая за погода В Обнинске Завтра в Обнинске Вечером Ожидается И смотрите Теперь Когда ты покупаешь Станцию 2 То есть Нужно выбирать Куда ты ее будешь Ставить Потому что Если вот К примеру Макс Стоит у меня Вот здесь Я получаю информацию То есть На уровне глаз Класс Вот здесь Дисплей То теперь У нас Визуализация Может сказать Находится сверху Нужно ставить ее Ну как-то Не знаю На стол Или куда-то К примеру Перед там Телевизором Что-то На какое-то Низкое место Ну я так считаю Как думаете Завтра в Москве Температура От плюс 5 До плюс 12 градусов Переменная облачность Безусловно Алиса А ну-ка Включи-ка Лимбискит Брейкстав Включаю Лимбискит Песня Брейкстав Осторожно Детям лучше Этого не слышать Так Несколько полезных Лайфхаков Теперь Чтобы полностью Сбросить колонку Нужно Нажать на клавишу Отключение микрофона И держать ее Там Порядка 5 секунд После этого Колонка полностью Перезагрузится Можно будет ее Перевязать на новый аккаунт Яркость подсветки Теперь можно регулировать Прямо Из приложения Либо сделать ее Автоматическую То есть Будет подстраиваться Под окружающую среду Здесь уже Каждый решает Для себя сам Можно выбрать Разные варианты Визуализации Для музыки Можно вообще Отключить полностью Все вот эти Световые индикаторы Алиса Включи режим Свеча Алиса Включи режим Ночник Чтобы подключить Начинаю поиск устройств Теперь можно Теперь можно спрашивать Какая температура дома А также Настраивать сценарий В приложении Дом с Алисой Попробуйте Ну В принципе все Подключили Подключили Ставим К примеру Гостиная Далее И дальше уже Отсюда можно будет делать Возможные команды Когда у нас температура К примеру Повышается там Больше чем 25 градусов То у нас включается К примеру Кондиционер То сейчас у нас Датчик климата Показано Что Значит Температура 26,4 Но я потому что В руках Видимо держал Влажность 44 Уровень заряда Такой Работает все это По протоколу Зигби Сейчас Вот И дальше уже Соответственно Можно спрашивать Какая у нас температура дома Давайте проверим Алиса Какая температура дома Температура 26 градусов Цельсия Алиса Какая влажность Дома Влажность 44% Можно добавить Любую из этих устройств Не только это Как уже говорил Вообще Любые другие И дальше К примеру Добавил лампочку Можно сделать так Что К примеру Из-за температуры У тебя поднимается Свыше чем Там 25 градусов У тебя лампочка К примеру Включается Или датчик движения Срабатывает Включается лампочка Где-то Ну или вообще Для удобства управления К примеру Одной лампочкой Можно использовать Такой вот Выключатель Кнопочку Алиса Включи таймер На 10 секунд Поставила таймер На 10 секунд Алиса Поставь таймер На 30 секунд Готово 30 секунд Начиная Отсчет Вот И соответственно По вот этому кольцу Можно будет понять Когда он С двух сторон Вот сюда вот уйдет Когда у тебя Истекает время Алиса Выключи все таймеры Хорошо Удалила все таймеры Про погоду Теперь можно узнать Как бы Еще значит Визуально Понять Что зато будет происходить Смотрите Алиса Какая зато погода В Москве Завтра в Москве Температура От плюс 5 До плюс 12 градусов Переменная облачность Без осадки Смотрите Как к примеру У нас будет еще Алиса Какая за погода На Пхукете Завтра на Пхукете В течение дня Ожидается дождь И смотрите Теперь Когда ты покупаешь Станцию 2 То есть нужно выбирать Куда ты ее будешь ставить Потому что Если вот К примеру Макс стоит у меня Вот здесь Я получаю информацию То есть на уровне глаз Класс вот здесь Дисплей То теперь у нас Визуализация Можно сказать Находится сверху Нужно ставить ее Ну как-то Не знаю На стол Или куда-то К примеру Перед там Телевизором Что-то на Какое-то низкое место Ну я так считаю Как думаете Что по итогу Значит звучит она Не так мощно Как конечно Придущая там Станция Макс Или обычная Станция Вот Но намного Приятнее внешне То есть Под дизайн Да Получилось Спасибо что досмотрели С вами был Ря До новых встреч Пока Пока